О, привет! Привет, привет! С Новым Годом! С Новым Годом! Разгоняемся! Новый Год – это не прикол, абсолютно не прикол. Сегодня реально Новый Год. То есть, январь – это было завершение 22-го года, подведение итогов. Какие-то там у каждого свои ситуации. Наверняка вы это тоже прослеживали там в своей жизни. А сейчас начался полноценный 23-й год. Вот именно сегодня. У него тоже есть свои, так сказать, особенности, есть свои какие-то правила, как нужно его встречать. Лучше не делать, потому что сегодня закладывается фундамент всего года предстоящего, 23-го. Вот. То есть, сегодня, ну, надо провести это максимуму, то, что вам нужно и интересно в этой жизни. Загадывать желания. Да-да, не удивляйтесь, загадывать. А лучше прописывать их. Я вам сколько говорил у меня? Раз, два. Два ежедневника, еще один дома. Три ежедневника записывать свои какие-то цели, задачи, там, все остальное. И при выполнении обводить в красный фломастер. Типа, сделано. Расскажи, почему сегодня Новый год. Ну, это нумерология, опять же, и астрология. Сегодня Новый год. Официально вам заявляют, да. Так, сегодня Новый год. Во все виды эзотерики живешь с сливным бочком. Да, ребят, я так живу. Человек я такой. Да. Да. Вот такая вот тема. Вот. 31 января это такой для всех. А 5 февраля это для тех, кто знает. Вот. Поэтому это самое. Тут такая тема. Вот. Здорово, Серега. Здорово, здорово, здорово. Уже много всяких разных делишек поделал. На магазин слетал. С детьми поиграл. Завтрак приготовил. Шелби сходил. Там прожелся. Короче, как-то так. Да, как-то так. На студию приехал. Ну, попробую. Вот сегодня здесь еще постримлю. Вечерком там тоже мыслишки есть. Ну, может, даже вас с собой возьму. Кое-куда. Посмотрим. Вот. Так что пока вот время есть. Посидим, постримим. Сегодня вечером еще там пригласили меня на конференцию. На конфу там на одну там Хованский будет, Хекан будет. Меня пригласили. Не за кто-то еще. Но посмотрим. Посмотрим. Если у них там ничего не, так сказать, сорвется, то вот вечерком еще вот эта тема будет. Ну, не знаю, как пойдет, короче говоря. Сейчас попозже пойду, попозже пойду, готов ошейник для Шелби надо забрать будет. Кто в теме, вот тут зашифровано кое-чего. Вот. Кое-чего зашифровано здесь. Да, вот. Я не пью, само пьется. Ну, типа, да, да, смешно, смешно, да. Бам-бам-бам. Третий бам забыл добавить. Да, вот это правильно. А тут четыре. Нет, один лишний. Бам-бам-бам. Привет, привет. Охотник не может удалить жажду водой. Только с охотой. Бам-бам-бам. Да. Бам-бам-бам. А, сегодня там парень мне скинул там, что ли, где, не знаю, в Телеграме, не помню где. Сериальчик вышел. Что-то Михалыч там, я не помню. Там тоже. Бам-бам-бам. Все словечки как-то так слизаны в легкую, да. Но мне не жалко. Пусть в народ уходит. В народ, да. Был у психолога. Один раз был, Оль. Один раз. И потом, когда я уходил от психолога, она мне сказала, говорит, так приятно было с вами пообщаться. Говорит, я очень много для себя узнала. Поэтому, мне кажется, не ей, а мне надо было работать психологом. Даже деньги с меня не взяла, прикиньте. Я говорю, сколько я вам должен? Она говорит, вообще ничего. Говорит. Вот так вот. Это вот мой был первый опыт общения с психологом. Куда-то, куда я ездил-то? Ну, в центре где-то там. Причем она что-то какая-то крутая. Там пять тысяч час у нее стоит. Пять тысяч час стоит. Такая комнатка, диванчик, как в этих голливудских фильмах показывают. Ну, не знаю. Тема модная, конечно, сейчас набирает обороты. Но это все такая шляпа, честно. Ребят. Такая шляпа вообще. Все будет, ребят. Ну, я хоть поспал сегодня, выспался. Да. Ну, было и было. Узнал, конечно. Всех узнал. Всех узнал. Да узнал, узнал, узнал. Да, Сань, привет узнал, конечно. Конечно узнал. Конечно, конечно, конечно. Узнал, мормышка. Узнал, узнал. Привет, привет, привет. Узнал, мормышка. Узнал, узнал. Привет, привет, привет. Вкусненько. Ну, конфетки вкусные. Сейчас кофейку. Семерки – это те люди, которые могут давать советы другим людям. Имеют на это право. Опять же, какие-то мистические учения им тоже легко даются. И они любят этим заниматься. Даже магией любят заниматься. Мудрые люди. У меня в холодильнике, ребятки. А, пиво, Дон Симон. Это безалкогольное пиво. О, охота-то, родная, родимая, лежит. Отдыхает пока, ждет охотника. Да, ждет. Вот так вот. Так что, охотник всегда на готове, ребят. Охотник всегда на готове. Это самое вкусное комплект. Нужны алкостримы хотя бы раз в неделю. Думал об этом. Да, ребят, да все будет. Вы что думаете? Я там что-то топлю за то, что бухать не надо. Еще раз говорю. Это дело каждого человека. Охота ждет. Вон в холодильнике лежит. Там целая батарея. Еще пока по Швейцарии ехали тоже. Я вот смотрю, у них окна без штор. Я же обращаю внимание на детали. Вот это тоже мне запомнилось. Почему-то у них не принято вешать шторы на окна. Да, где-то проскакивают, но в основной массе штор нет. Как будто Дон Симон. Океан такого цвета, ну не знаю. 20-го года она. Желательно дома, дома, ну в квартире, там в доме, там где вы живете, короче, иметь корабль. Ну или какой-нибудь там, не знаю, модель корабля, там какой-то, купить катер, там. Ну желательно с парусами все-таки. Тогда энергия будет заходить к вам. Заходить будет. И, соответственно, будет все наполнено просто радостью. Ну самолет это другое немножко. Вообще, вот кораблик лучше иметь дома. И поставить его прямо в центр комнаты. О, финшуй, короче, это называется. Финшуй. Я не знаю как, но это работает. Да, ребят, это работает. Ай, е-мое, только выжил. Ай, е-мое, Серегу забрали менты. Ой, е-мое, я говорю, блин, ну что, 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 что. Ну сейчас выпустят. Просто не знают, кого нельзя. Утром йога, вечером дорога. Кто сегодня с гостей будет. Ну там еще мадам должна подъехать. Ну я не знаю, она больше не на стрим, она ко мне там должна подъехать по делу по одному. Ну посмотрим сейчас как пойдет. Посмотрим, как пойдет. Мадам Грицацуева. Да, Андрюх, мадам Грицацуева. Что-то аппетита нет ни хрена опять. Не знаю, вчера что-то поел. Сегодня вообще что-то аппетита отсутствует. Сходим. Может даже супчик какого-нибудь шурану поем. Посмотрим сейчас. Горяченького надо шурануть. Бам-бам-бам. Пойдем. Пройдемся. Да. Сейчас что-то пукну не хочется. Подожди. Ох, хорошо. Да. За пивом. Да у меня полный холодильник пива, ребята. До сих пор, да, плююсь, харкаюсь, сморкаюсь. Пукнуть могу. Блевануть, обоссаться. Что природно, то не безобразно. Так сказать. Тема такая она. Ну, хожу там в заведение, мне там нравится. Порции большие, ведрами. Да. А я к ювелиру. А мистер? Идем покушаем сейчас. Борща хочется, блин. Борща, борща. Маму заново, а. Смотри-ка, съехали, пацаны. Раньше кинотеатр был. Ну, неужели все? Сейчас, возьмем. Давайте, приятного аппетита. На той стороне экран. Ну, большая порция, и горячая. Люблю горячий супчик. Ну, я здесь часто бываю. В принципе, здесь вкусный больше. Да. Вкусно? Ммм. Ммм. Без корябыша. Без корябыша хорошего такого. Для сугрева. Тут действительно большая очень порция супа. Я даже супом уже наелся. И сейчас... Ммм. Виктория Викторовна не любит готовить. Честно говоря. Это не ее кредо. Это не ее кредо. Вкусно. Ну, все, я наелся. Ну, вкусно и сытно. Там мясико было. Ну, правильный борщ. Правильный, да. Пошлепали. О-о-о. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. О-о-о. Плотненько. Хотел узнать. А на ошейнике есть такие, вы знаете, перецепляются там косточка, там такие вот не собачки. Навесные такие. Адресники. Ну, адресники там, как они. Что есть-то вообще. Цветочки какие-то. Тима, там такое сердечко висело, там тоже такая там. Рыбка была нарисована. Рыбка такая. Как сам, что? Да, нормально. Работа, дела? Да, работа делала со спортзала. А, ты вытокуешь, что же? Нет, я. Другой? На Дмитри. Понятно. Ну, ладно. Хорошего дня. Все, вам тоже. Давай, счастливо. Пока. Пойдем, пойдем. Что у нас еще сегодня? Ну, я не знаю, подъедет эта девушка ко мне. Или не подъедет. Сейчас посмотрим. Ага. А, какие-то новые заезжают. Один салон красоты съехал. Да, кто-то еще тут. На улице Бодрина. Черногорские заповеди, да? Проснулся, надо отдохнуть. Ну, пенсионер уже, че. Охота крепкая. И бам, бам, бам. Да, Кирюх. Привет. Здорово, как дела? Да, нормально. Нога-то че? Нога-то че? Да, в порядке. Только я прививки, бля, сделаю. А, понял. И че, сколько? Ну, типа три месяца, но, бля, да не больна она, наверное. Поэтому зря я, скорее всего, оставил уколы. Это же моря, бля, собака. Ну, понятно, что не дворовая. Ну, мало ли че она там. Ну, не, ну, сорок уколов жестко, конечно. Это, блин. Три месяца. Ага. Понятно. Не, ну, желательно. И че, пить нельзя, да? Да. Нельзя. Обалдеть. А че будет, если выпить? Бля, там просто печень. А, понятно. То есть, это антибиотики, да, короче, какие-то, да? Или че-то такое? Ну, прививочная хуйня. Ага. Строение у нас что? Правильно, Андрюх. Улучшается. Да. Улучшается. Да там это не то, что обосрали просто. Надо, кстати, средства надо купить будет этот, как это называется, для унитазов-то. Надо будет купить, зайти тоже. До какого числа не пьешь? Спистанул деньги. Да, ура. Я как-то забыл, но осадочек остался. Осадочек остался. Ну, это, здесь-то, в общем, чужих-то не было. Были-то свои все. Поэтому, ну, тут не пойман ни вор, как говорится, да, поэтому. Пусть это будет на совести того человека, кто угнал. Да. Пускай. Пускай. Пускай будет так. Пускай будет так. Не, ну, Берия вчера мамой поклялся, там, на крестике, там, все. Ну, зачем? Ну, тут дело даже не в деньгах. Дело в поступке просто. Вот, все. Дело в отношении. Вот, и все. Дело не в этом, нет. Не в сумме, там, не в деньгах, дело. Давай расследование проводить. Ну, я же говорю, тут, в принципе-то, такой ограниченный круг лиц был. Ограниченный. Любитель, там, какие-то, эти самые, эти, как его, пальцем в небо. Если бы я хотя бы что-то знал, там, да, я бы, может, сказал бы, а я как, я не знаю. Я в отключке был в этот момент, поэтому у меня не получилось увидеть, или как-то, там, услышать, не знаю. А только с утра. Ну, я-то, кстати, был, хоть и пьяный, как говорится, вообще никакой. Но я же помню, что лежала на столе. Я-то помню. Да. Ну, ладно. Видите, даже вы вот так однозначно не можете сказать, да, вот поэтому, да. Ну, такой человек никогда, конечно, другом не назовется, это понятно все. Да не, Наталья-то здесь не была бы, она здесь ни при чем, это ж на студии было. Да. Да. Безопасность. 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 Я-то не знаю. Дальше, ты, да. Да, дальше, да. Да, да, да. Да, да, да. Ты, гость, с itu, я помню. Да, да, да. Да, да, да. Ну, гость у меня, да. Немножко, да. у меня же моё пиво дашь мне какой-нибудь продаж 380 до бежит по голосу интересно посмотрим видишь даже по голосу уже идентифицируют шар лондон на связи в каком районе центр или где наш любимый клуб российский всегда сколько сейчас машин пусть и 3 до действия и там и сюда это пол бюджет сука тоже 228 ну сушеного их ждет успех я сразу же на цифре смотри оба уезжает что а парковку милфо но увидели эту машину чую показывать летом даже катались 13 марта да ну еще там сколько там 5 недель что да но сейчас 4 почти на слышал в принципе быстро пролетел я тебе скажу что вот сколько четвертой недели но месяц назад считай да я вот с кем не говорил тоже ну там кто стримит серега как-то по отрезвому вообще и мы боимся телефон подойти не заходит это такой рык у него благородный такой это темно хочешь вообще не вопрос вот реально скажешь только честно свое мнение опа нет и по запаху еще так попробуй как тебе чисто классическое но магазин такого вот в обычном не купишь это точно это хорошая нотят это по пиву мастер вообще да я очень много нет за 12 градусов не чувствуется вот кстати человек который в пиве разбирается припомните пришел которого наскоро отсюда забрали он тоже был закодированный расходят вшитый вшитый не отсюда слава богу он с улиц и представь что кони двинет ничего было тоже блин а я вручную провезу не поверьте нет можно конец мы осуждаем мы осуждаем уехал учиться остался там жить закончил университет и живу работаю там и тут женился на 16 лет вам за травочку для комментариев прошу спасибо лёг привет узнал конечно а видно видно но да я знаю ну давай как мне надо видео включить или чё давай давай попробуем видно да 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 давай на связи короче всем привет огромный давай на связи давай всех обнял давай пока пока подниму так он что-то рассказал мать жива слава богу что она на тот момент побалевал сейчас горит нормально да и маму хорошо знаю ну да с мамой мы общались и когда перевозили потом уж на новой квартире тоже и на той квартире на старой еще мне кажется таляну эльза не подойдет ну разные они люди разные а муж у таляну уже есть кто-то девушка мы же не знаем там точно справишься я тебе серьезно говорю падение были эти говорю назад обратно лучше наоборот задницы так теперь я пошел наверх чуждая слетающий да давайте ребят завтра увидимся спасибо ребят за комменты вот да спасибо да надо ехать надо ехать надо ехать надо ехать до чао пока